Давай, чернок, и включи уже в свои черстви чувства, будто бы ты не знаешь, что может твориться в сердце одинокой девушки. Всем привет! Вы на канале Диофф Плей, и мы продолжаем проходить истину памяти. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. А ещё по ссылкам в описании можно подписаться на мою телегу. Погнали! Когда мы зашли внутрь, плод мыл посуду. Он обернулся и коротко кивнул, когда увидел нас. Вам, хлопцы, надо было раньше зайти. Застала бы хозяйку шакалика. Была тут всего хвилинку тому назад. Серьёзно? Так от на неё я наткнулся на входе. Так, точно вам кажу. Коротше. Она сказала, что хочет благодарить вас особисто. Тому я дав ей ваш нынешний адрес. Она сказала, что загляну до вас в вечере. Ясно. Мы заняли свои обычные места у прилавка. На нём лежал конверт с обёрточной бумаги. Ла глянула на него на секунду. Думаешь, это её? Более чем уверен. Не слишком она организована. Не слишком она организована, да? Сначала потеряла собаку. Теперь вот свои вещи везде оставляет. Ла подняла конверт и передала мне. Я положил его в карман. Если эта женщина действительно собиралась к нам зайти, то можно тогда его ей и вернуть. К тому же сейчас меня ждала рыбка побольше. Плот. Эта леди часто к тебе заходит. Хотя, знаешь, ещё давно. Сегодня я впервые увидела её в такое время. Обычно она заявляется, блачевна к ночи, когда я уже сбираюсь закрываться. Каждый день? Тогда должно быть у неё сейчас нет гостя. В противном случае она бы не пришла сюда одна. Плот перестал мыть посуду, а он повернулся и кивнул. Да, мобой ты прав. Интересно, что за причина таких частых посещений? Втюрилась. Чокнулся, брат, чтоб поесть, звычайно. И пообщаться с таким гарным хлопцем, як я. Ладно, ладно, жар ты в сторону. Наверное, ей просто одиноко, або щось вроде того. Одиноко? Ну, знаешь, хлопче, не все такие любители уединения, как ты. Фактично, большинство из нас предпочитают прямо противолежное. Благодарю. Да то ж, если нет кого лечить, ты целиком вильный. Делать ничего. Говорить низким. Сдается логичным, что кто-то в такие ситуации прийде сюда, чтобы развеять скуку, не думаешь? Возможно. Давай, чернок, и включи уже свои черстви чувства. Будто бы ты не знаешь, что может твориться в сердце одинокой девушки. Тьфу. Вот троллит, скотина. Нет, и знать не хочу. Сказал я со вздохом и сухой усмешкой. Ложа с другой стороны. Скажем просто, что она впитывала каждое слово, сказанное плутом. То есть, я уже знаю этот блеск в ее глазах. Она попалась к нему на крючок. Я только надеялся, что это не выйдет кому-то боком. Ты хорошо своих постояльцев знаешь. Ну так заразумела, да то уж она симпатична, и... Вообще-то в ней есть шесть девна. Тут он затих и продолжил протирать бокалы в молчании, поглядывая на дверь. Что бы я ни делал и не говорил, больше не удалось выудить и крупицы информации. Мы вернулись домой незадолго до захода солнца. Мы с Ла были заняты приготовлением ужина, когда раздался стук в дверь. Руки Ла были заняты мясом для бургера, поэтому к двери подошел я. Я посмотрел в глазок. Там действительно кое-кто был. Я открыл дверь на цепочку. Здесь проживает господин Черноок Мнемоницит. Я пришла поблагодарить его за мою собаку. Она потерялась несколько дней назад. Для того, кто периодически терял собаки конверта, в этот раз она была на удивление пунктуальна. Насколько я помню, плод сказал, что она придет вечером. Но она в принципе в районе вечера и пришла. Я открыл дверь до конца. Действительно. Шакол стоял рядом с хозяйкой. Это та самая женщина, с которой я столкнулся воромя. Когда она увидела меня, ее лицо напряглось. Может от удивления, может от чего еще. В любом случае, она сделала шаг назад, уставившись на меня взглядом, для которого лучше всего подходит определение «острый». Но тут Ла забежала в прихожую до того, как мы с ней успели обмолвиться хоть словом. Женщина открыла рот, желая было что-то сказать, но тут же осеклась, заметив подбегающую Ла. «Здравствуйте! Вы хозяйка шакала? Замечательно, да, шакалик? Ты рад снова быть с хозяйкой?» Ла присела на корточке перед щенком. Она взглянула вверх на гостью и спросила. «Можно его погладить?» «Да, конечно, он это любит». Женщина наконец смогла вымучить улыбку. Она передала поводок Ла. Та радостно его взяла. Шакал проявил еще больше радости. Он стал прыгать вокруг Ла и лизать ее щеки. Конечно же он ее запомнил. «Ха-ха, щекотно!» Когда она повернулась обратно ко мне, понаблюдав за игрой ласа с щенком, в ее глазах не осталось и следа былой холодности. «Меня зовут Лис и я мне маницит. Я пришла поблагодарить вас за то, что вы позаботились о Шакале, когда он так нуждался в заботе. И если я могу что-нибудь для вас сделать?» Сказала она это голосом чистым, как зимнее небо. Она даже поклонилась в благодарности так низко, что ее длинные волосы упали водопадом с плеч. «О, не, мы ничего такого не сделали. Если так хотите отблагодарить кого-то, сходите к Плоту, парню, заведующему Ромой». «Ах, да, я уже сходила. Да и вот, я даже не представляла, как лучше вас отблагодарить. Поэтому купила немного конфет». Лиз протянула аккуратно завернутую коробочку. На секунду я задумался, принимать ли ее или нет. Но всего на секунду. Я принял благодарность. «Ладно, я, наверное, пойду». Она бы так и поступила, не вмешайся тут жила. «Постойте, господа, госпожа Лиз. Не погостите ли у нас немного? Черноок, ты не против?» «Я не понимал, зачем она меня об этом спрашивала. Это место принадлежало и ей. Как бы то ни было, я кивнул. Ла выглядела счастливой. «Вы ведь еще не ужинали? Не против покушать с нами? Но а еще я хотел бы подольше поиграть с ним. Можно?» Какими бы сомнениями не мучилась Лиса в тот момент, после фразы Лана мигом испарилась с улыбкой на лице она кивнула. «По ужинаю с радостью, спасибо вам большое!» Она вытерла ноги на коврике. Кстати, шакал проскакал к хозяйке, смешно спародировал ее и прошла в гостиную. Ла показала себя очень деловитой хозяйкой. Она посадила Лис на стул, принесла ей чашку ароматного чая, а затем отправилась на кухню заканчивать приготовление ужина. Так мы с Лис остались наедине в гостиной. Она поглядывала на меня время от времени, очевидно желая что-то сказать, однако я ее непрямые намеки игнорировал. После того, как обед был готовый стол накрыт, мы все уселись за обеденный стол. Лис выглядела совершенно пораженной количеством яств, что выложили перед ней. Ничего себе! Вы все это сами приготовили? Кажется, я не спросила вашего имени. Ла. Нет. вовсе нет. Черноот помогал. Нет, не так. Скорее, он все сделал. А я помогала ему. Несколько недель назад это была правда. Но сейчас это уже ложь. За это время из неумехи Ла превратилась в одаренного повара. Ой, да не пизде. Впрочем, она прошла долгий путь. Сначала ей нож было страшно в руки доверить. Доверить. Но теперь она фактически хозяйничала на кухне. Ах, как здорово! Прямо сленки текут. Я уже давно так не ела домашней еды. Сказала Лис, мягко пожал плечами. Ла дарила ее улыбкой. После ужина мы попили кофе с конфетами, что принесла Лис. Хотя откровенно говоря, ел их только я один. Лис и Ла были слишком заняты игрой с шакалом, чтобы отвлекаться на что-то еще. Лис, вы мне маниться так? Надо, конечно, постойте, а вы разве нет? Эм, я... Моя гостья. Я закончил предложение, поскольку Ла, кажется, не была способна сделать это самостоятельно. Лис сбросила на меня короткий взгляд. Видимо, для нее это было неожиданностью. Ясно, вы... Ну, то есть, вы вдвоем так хорошо ладите, что я подумала. Мне маниться давить известной тем, что обычно живут с пациентами. О, нет, я... эм... Ла реакция на подобие... на подобное конфуза работала как часы. Как только ей говорили нечто подобное, она краснела до степени речки за миллисекунды. Вы давно так работаете? В смысле мнемоницидом? О, нет, вообще-то я только-только отработала год. Вот как. Кстати, черноок. А ты сколько работаешь? Около трех лет вроде как. Так мы болтали о том осем, пока за окном не стало совсем темно. Лис поднялась из-за стола, жест того, что ей уже пора возвращаться. Я провожу вас до остановки. Лис безмолвно кивнула. Лав стрепенулась, она сказала, что хочет пойти с нами. Однако я велел ей оставаться дома. Я ожидал бурного отпора, но она лишь раз на меня взглянула, закрыла глаза и ответила кивком. Некоторое время мы шли молча. Лис не сводила глаза с шакала. Я не сводила глаза с дороги впереди. Однако когда мы дошли до деревенской рощи, она заговорила. Ужин был таким вкусным. Поблагодарите ла за меня. Постойте, изначально я ведь пришла вас поблагодарить, а теперь... Пожалуй. Но хватит светских бесед. Не вернете, что забрали у меня тогда? И что бы это могло быть? Вы знаете, не хуже меня. Вас за все... У вас все это время была моя вещь, с тех самых пор, как мы столкнулись сегодня у Аромы. Она остановилась и ожидательно вытянула руку. Я вздохнул и Горько усмехнулся. Вы говорите это так бесстыдно, словно вам нечего прятать. Мне вот интересно, зачем же вам понадобился револьвер? Ого. Она прятала его, когда мы столкнулись с Вороми. Это стало очевидно. Поэтому я, не задумываясь, выкрал его у нее. В этом городе никто, кроме военных, не имел доступа к огнестрельному оружию. Ваше сердце настолько же черно, насколько липки ваши руки, как я погляжу. Боюсь, вам следовало быть поосторожнее, если вы хотели утаить нечто подобное. Извините, но обратно я вам его не отдам. Это для самозащиты, клянусь. Пожалуйста, верните его. Интересно же, от кого вы так яро защищаетесь? Этот город мирное место. То есть был бы таким, если не вы с вашими дружками. Я, конечно, подозревал, но бля... Ебать, он ее переиграл. Я достал из кармана конверт. Лис побледнела и стиснула зуба. Вы прочли его? Разумеется. Членский список вашей террористической ячейки, я полагаю. И зачем он только вам? Капуть теперь секретности. Хотя все это кодовые имена. Я не могу знать, кто все эти люди. Отдайте. Итак, вы либо секретный агент расследующий взрывы, либо одна из террористов. И я уже точно знаю, что первый вариант отпадает. Она стиснула зубы еще крепче. Странно, что у нее до сих пор зубы не крошатся. Но как бы она не стискивала зубы в ее глазах почти или даже совсем, не было агрессии. Враждебности тоже не чувствовалось. И что вы станете делать? Не знаем. Все это ничего не доказывает. К тому же что-то здесь не так. Ну не может быть, чтобы вы просто оставили лежать в ароме. Что-то. И все же факт есть факт. Что? Постойте, это... Значит, это было сделано намеренно. Или ваша глупость не знает границ? Умно. Значит, играли в дурочков в присутствии Ла, а сами знали все заранее. Вообще-то нет. У меня не было намерения прятать свои карты. К тому же Ла знает куда больше, чем говорит. Вы бы удивились. В любом случае, ваш конвертик я попридержу себя. Как и вашу самозащиту. Можете делать, что вам заблагорассудится, конечно, только помните, я тоже. И не засомневаюсь, если понадобится. Я положил конверт обратно в карман и ушел. Лиза еще долго стояла, не шевелясь. Она выглядела так, словно не совсем понимала, что произошло. Последний раз, когда я обернулся, она угрюмо плелась во тьме в сторону трамвайной остановки. Просто трахнула и обоссал. На некоторое время воцарилось спокойствие. Дни проходили без происшествий. Ла получала удовольствие от всего, чего могла. А я продолжал задаваться вопросом, что от меня толку, как от проводника. Ни новостей о бомбах, ни о террористах, ни о смертях. А лес новостей так же не было, и в арома она не заходила. Плод был несколько, да нет, он крайне пал духом от всего последнего факта. В следующий раз я столкнулся с ней через неделю в разгар дня. И чем это обернулось узнаем уже в следующий раз, ну а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока! пока!